Дорогие зрители, доброе время суток! Сегодня мы приехали в Нижегородскую область, Арзамасский район, и хотим посетить старую советскую турбазу от Нерфи. Очень хочется побродить по её территории, посмотреть на её старые постройки. Мы идём по когда-то главной заросшей аллее турбазы Нерфи. Сегодня мы погуляем по её территории, посмотрим на домики, строения, которые напомнят нам о прошлых временах. И повсюду мы видим старые домики. Я смотрю, домики эти в основном все закрыты, на них висит замок. Ну, по крайней мере, я покажу их вам снаружи. Естественно, ничего ломать я не буду. Это вот совсем маленькая дачка. Попробуем пройти немножко вглубь. Может быть, нам повезёт, и какой-нибудь из домиков будет открыт, и мы заглянем внутрь. В принципе, я уже вижу, что в этом домике отсутствует задняя стенка. И мы в него сможем заглянуть с другой стороны. Смотрите, какой здесь рисунок интересный сохранился. И вот, да, вот этот домик. Вот когда-то так здесь отдыхали. Очень маленький домик, но вполне уютный. Вот ещё домик номер одиннадцать. Здесь в нём вообще открыто. Ну, там тоже, как я понимаю, полнейшая разруха. В нём отсутствует крыша. Но зато висит марля, наполняющая роль занавески. Вот такой. Такая здесь была комната. Крыша нет. Думаю, что удобств здесь тоже никогда не было. Рядом с этой прекрасной сосной стоит ещё один домик. Очень крепкий на внешний вид. Одноэтажный, деревянный. Сейчас попробуем поискать в него вход. Но я боюсь, что, скорее всего, он тоже закрыт. Да, вот в него два разных хода. И они оба закрыты. На дверях висят замки. Хотя не знаю, что можно здесь охранять. Сейчас заглянем. В принципе, абсолютно пусто. Ничего здесь нет. Во всей территории довольно-таки много сохранилось строений, домиков. Но я смотрю, действительно, все они закрыты. Территория-то охраняется. Турбаза прекратила своё существование в начале 2000-х годов. Примерно больше 20 лет назад. Очень интересный здесь ландшафт. Поскольку многие домики стоят как бы в низине. И места эти очень комариные. даже сейчас, когда на дворе конец августа, комары не дают нам покоя и мешают ходить. Дорогие друзья, смотрите, какая лавочка. Она довольно-таки крепкая. Она сохранилась. Когда-то на ней сидели отдыхающий. Смотрите, здесь в низинке я обнаружил деревянное строение желтенького цвета. И на нем какая-то надпись. Сейчас я подойду, чтобы ее прочитать. Подойти-то очень сложно. Все взросло. Итак, здесь написано фирма гриб ягод дом. Такой интересный домик. крылечки практически сгнило. Ну, а это рукомойники, скорее всего. Интересный желоб. вот еще одно деревянное здание. И здесь осмотрим, что написано на дверях. Фирма Полина. Возможно, пионерский клуб, а может быть склад. Сказать уже сложно. Традиционные рукомойники. Попытаюсь с ним пройти. как можно ближе. Вот они. Как давно здесь никто не умывался. Наконец-то мы подошли к очень интересному зданию. Думаю, оно скорее всего тоже закрыто. Уверен, что это была столовая. Сейчас по бывшему крылечку мы подойдем к двери. Полукруглый зал. Хлеб народное богатство. Берегите его. И разные веселые картинки. ломать. я побору подойти с другой стороны. Возможно, там будет лучше видно. Это был однозначно обеденный зал. Обхожу обеденный зал. Иду в сторону кухни. здесь все целое. Естественно, я не могу и не буду ничего ломать. Вот единственное разбитое окно. И здесь, я думаю, вам будет гораздо лучше видно этот зал. А здесь, конечно же, были кухонные помещения. И посмотрите, до сих пор все целое. Кухонные котлы, плиты, все это здесь сохранилось. Надеюсь, вам видно через стекло. Я очень надеюсь. Стекло, конечно, грязное, но тем не менее. Дверь, конечно же, к сожалению, закрыта. Внутрь мы не зайдем. Ну, а это был главный корпус этой турбазы. Он очень старый. Я думаю, построен в 50-х годах. двухэтажный деревянный корпус. Очень красивая и крепкая постройка. Прям при вас подойду. Нет, здесь все закрыто навсегда, на века. турбаза ждет своей новой жизни, своего нового хозяина. Только вот дождется ли, кто знает. Еще одно очень интересное здание. Постройки годов 70-х с веселыми рисунками на стенах. Сейчас я его обойду с главного входа. Вот она, эта постройка со стороны главного входа. Что могло здесь находиться? Скорее всего, игровая комната. Тоже, конечно, закрыто. Жаль, что попасть не удастся. А хотелось бы. Но возможно, мы все-таки посмотрим, что может находиться внутри. Смотрите, здесь было что-то вроде... Да, здесь была библиотека. Однозначно. Ну, и игровая комната. телевизор стоит. Очень старый. А это старые скамейки. Ими приперли двери, чтобы никто не лазил внутрь. Но, по крайней мере, мне хотя бы удалось через дыру в стене посмотреть внутрь рядом с детской игровой комнатой. До сих пор сохранились детские турники. Мы идем по чудесному сосновому бору сосновому бору. Вдыхаем прекрасный воздух. Мне очень хочется дойти до берега реки. Посмотреть, как там красиво. Показать вам на берегу реки парусники. увидели очень интересное здание. Как я понимаю, это было нечто вроде игровой или клуба. Сейчас подойдем поближе. Хочу показать, какие здесь интересные репродукции, парусники. Это был вход, конечно, на дверей висит замок. Но я думаю, мы сможем вот здесь посмотреть, что у нас внутри. Такое большое помещение. Смотрите, оно сохранилось в первозданном виде. Сейчас я покажу вам, как оно выглядит со стороны реки. Такое вот здание. я обошел здание игровой с другой стороны. И вот здесь мы видим окошко. Я к нему сейчас подойду. Смотрите, что мы здесь видим. Столы, стулья и детские рисунки. Вон они. Лев. и другие персонажи советских мультфильмов. Большой зал, сохраненный практически в первозданном виде. мультфильмов. А здесь внизу когда-то находился пляж. Когда эта база работала. очень красивые места. Очень. вот она старая лесенка, по которой когда-то отдыхающие спускались к реке. Но сейчас вы видите, она полностью сгнила. Ступеньки ходят ходуном под моими ногами. Но тем не менее, мне очень хочется спуститься вниз. И сейчас я это сделаю. Я спущусь рядом с этой лесенкой. Мне хочется спуститься к реке. Мы спустились к реке. Смотрите, здесь лавочка стоит. На ней можно посидеть. Что я сейчас и сделаю. Лавочка с видом на реку. Тишь, гладь, покой. Какие замечательные места. Вообще, я не устаю удивляться, как много красивых и замечательных мест в нашей области. Сейчас здесь очень маленький сход в реку. А раньше здесь был довольно-таки большой пляж. Сейчас он зарос. И здесь же находился причал, у которого стояли лодки. за каждым домиком была закреплена своя лодка. отдыхающие могли кататься на ней по реке. Как бы мне хотелось сейчас взять лодку и поплавать на ней по этой реке. Детский грибок. Думаю, что под ним когда-то была песочница и здесь играли совсем маленькие ребятишки. Дорогие друзья, смотрите какая сосна очень старая и красивая. А что мы видим под ней? Не может быть. Это гриб. Друзья мои, это белый гриб и судя по всему он хороший. Несмотря на то, что дождей не было давно и стоит засушливая погода, гриб этот в хорошем состоянии. Мы прошлись по бывшей турбазе Нерфи. Мы видим, что это была хоть и небольшая турбаза, но очень уютная. И все здесь было по-домашнему. слышите, как кукарекает петух? Шишки хрустят у меня под ногами. Мы ходим и вспоминаем наше прошлое. ходим по местам нашего детства. Вглядываемся в рисунки старые. Старые добрые рисунки. Дорогие друзья, сегодня мы с вами прогулялись по старой заброшенной турбазе Нерфи. Надеюсь вам понравилось это видео. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. До новых встреч.